МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, какая работа ведется на федеральном уровне, в частности, вашим комитетом в этом направлении? Смотрите, до начала СВО уже была непростая ситуация, была всемирная пандемия, все мы страдали от COVID-19, и в 2020-2021 году было резкое сокращение количества субъектов МСП у нас в России. Поэтому уже в то время были приняты значительные меры. Это кредитная амнисия, льготное кредитование, мораторий на проверку контроля надзорными органами, компенсация расходов системы быстрых платежей и автоматическое продвижение документации и лицензирования. То есть для малого и среднего бизнеса было уже сделано много, и благодаря этому в 2022 году и в первой половине 2023 года уже идет рост количества субъектов. Не так давно президент озвучил, что необходимо поддержать IT-направление, и был принят большой пакет льгот именно для IT-направления. Кроме того, наше правительство российское тоже поддерживает предпринимателей. Когда мы своим комитетом разработали законопроекты о поддержке МСП во вновь приобретенных территориях, то она буквально в режиме реального времени отвечала нам «да». И мы две недели назад приняли этот пакет о поддержке предпринимателей на вновь приобретенных территориях. И это еще не все. Буквально вчера, 21 июля, в Газдуме принял законопроект о нулевой ставке НДС для развития внутреннего и въездного туризма. Потому что малый бизнес на самом деле необходимо поддерживать, это важно. — Рассматриваются ли какие-либо новые инициативы по поддержке предпринимателей, чтобы они не просто оставались на плаву, а чтобы они развивались в этих непростых условиях? — Многие экономисты, и я в том числе, уверены в том, что теперь самая важная задача — это решить другую проблему, а именно низкую платежеспособность населения. У нас заводы, фабрики есть, которые работают в полсилы. Также совхозы, колхозы могли бы увеличить поголовье коров, коней, барашков, но дело в том, что у нас люди не готовы покупать из-за низких зарплат. И поэтому наша фракция КПРФ в Газдуме внесла законопроект о том, что минимальная зарплата, каким род, должна быть минимум 30 тысяч рублей, потому что необходимо, чтобы люди были готовы покупать то, что представители малого и среднего бизнеса будут производить. И все эти санкции, на самом деле, во время своего введены против крупных компаний, а малый и средний бизнес пока еще не попал под удары, слава богу. — Уверены, вы знакомы с данными, позволяющими оценить тот масштаб поддержки, который оказывает правительство республики своим предпринимателям на территории нашего региона. Объем этой поддержки за 5 лет вырос в 69 раз. Это беспрецедентная, я думаю, цифра. Число субъектов МСП как результат такой поддержки за 2 года выросло на 600 единиц. Как вы оцениваете такой подход региона по поддержке предпринимателей? — То, что я оцениваю положительно, это логично. Я больше думаю о том, о людей региона, насколько это ценили, потому что они, может, про это и не знают. В последние годы по всей стране идет инфляция. Она у нас в России составила в том году 12% продовольственную инфляцию. У вас в Хакасии в 2022 году была дефляция. То есть товары вместо того, чтобы подорожать, из-за того, что идет такая колоссальная поддержка субъектов МСП, они даже чуть стали дешевле. И в этом году, когда пошел рост, и в целом у нас по стране составил 6,5%, у вас в Хакасии всего лишь 3%. То есть благодаря тому, что правительство поддерживает субъекты МСП, люди покупают в магазинах продукты дешевле, чем во всей стране. И вот я не уверен, что они про это знают, и знают, кого за это благодарить. А это на самом деле важно. У вас продукты, на самом деле, в регионе дешевле, чем в окружающих. И это все работа вашего правительства. Встречается ли в других регионах что-то подобное, такая вот беспрецедентная поддержка и такое ее увеличение? Нет. Во всей стране цены растут, и правительство старается сэкономить на субъектах МСП, потому что, даже вам приведу цифру, за 22-й год, мы сейчас утверждали бюджет в Госдуме, на всю Российскую Федерацию, на все субъекты МСП было выделено министерством около 80 миллиардов рублей, 70-80, если быть точным. А вот в городе Москва в бюджете только на обслуживание парков и набережных было выделено 107 миллиардов рублей. То есть на парки в Москве ушло больше, чем на все субъекты МСП в стране. А у вас в Хакасии вот такой рост, он дал свой результат. Я в Хакасии уже третий раз за эти 5 лет. И как кандидат экономической наук, я, конечно же, смотрю, какая экономическая ситуация в регионе. Наши регионы похожи. И у вас, и у нас чуть более полумиллиона жителей. Нету таких крупных городов. И все-таки сельскохозяйство является достаточно важной составляющей экономики. И смотрел я бюджеты. Пять лет назад бюджет Мария был 23 миллиарда рублей, ваш был 24. Прошло 5 лет. Наш бюджет стал 48 миллиардов рублей. Этим я очень горжусь, потому что мы встали больше в два раза. Но я с удивлением узнаю, что у вас бюджет стал уже 58 миллиардов рублей. Такого роста по стране на самом деле нигде не увидишь. И поэтому я восхищаюсь работой вашего правительства, что вы сумели так пополнить свой бюджет. Кроме того, в нашем бюджете, в Марийском, собственно, доходы составляют около 50%. В вашем уже более 70%. То есть наблюдается очень явный рост. И никто не может это отрицать. Поэтому всячески поддерживая работу Коновалова правительства, вы идете правильным путем. Еще хотел добавить. Тогда был у республики огромный долг перед коммерческим банком, потому что прежний губернатор набрал кредиты. Они составляли 136% от доходной части. На сегодня уже удалось все коммерческие кредиты перевести в кредиты перед федеральным центром и большую часть уже погасить. То есть, если раньше у вас уходило более 2,5 миллиардов на погашение кредитов, то теперь осталось около 500 миллионов. И это значительное понижение в 5 раз. Конечно, для бюджета это огромное облегчение. Такие бюджетные успехи в том числе позволяют расширять поддержку малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства, и всех других отраслей. Совершенно верно. Да, это как раз если сэкономил, то значит заработал. Вы бывали в нескольких селах нашего региона накануне, пообщались с представителями бизнеса, в том числе и производителями сельскохозяйственной продукции. Какие в основном темы поднимались на этих встречах, и как вы вообще оцениваете поддержку сельского хозяйства в нашем регионе? Меня просто удивило, насколько внимательно относится глава к сельскому хозяйству, потому что я действительно много езжу по стране. Во многих регионах поддержка практически больше на словах, то есть предоставляются какие-то условные льготы, а финансирование всегда около нуля. В вашей республике за, например, приобретение сельхозтехники, вот вчера я был на Днеполе, компенсируется 50%. Ни в одном субъекте нашей секс-ферации такой компенсации нет. В Татарстане около 40, хотя он считается одним из самых богатых, даже, наверное, самым богатым в России. В некоторых есть 30, в большинстве 0. Более того, для того, чтобы удержать население на земле, чтобы они не уезжали в город, при этом поднять качество жизни в сельской местности, коновалов и, кроме этого, доплачивает за то, что люди держат домашний скот. Этого тоже нигде в стране нету. Я возьму на себе на заметку, постараюсь на федеральном уровне как-то эту идею протолкнуть, потому что, действительно, это единственный способ сохранить население на земле. Иначе люди просто не могут свести концы с концами и уезжают в мегаполис. А вы это уже не только озвучили, как вариант, вы это уже реализовали, поэтому действительно весомый вклад. Но кроме этого вопросов было множество, которые касаются не только сельскохозяйства. Например, я себе взял на заметку и разработал несу законопроект о валежнике, потому что определение такого, что такое сухостой, что такое валежник, оно очень размытое, и хотя закон уже принят, о валежнике, люди не могут вычищать лес, потому что закон еще не доработан. Это я в ближайшее время постараюсь реализовать. Наказов получил много, поэтому еду с чистой совестью. Как вы считаете, какие меры еще следуют принять в Хакасии, правительственном регионе, с учетом экономических особенностей нашей территории? Вот вы знаете, вы уже столько сделали, что теперь ничего добавлять не нужно. Теперь только лишь сохранить. Такое количество мер поддержки нигде в стране для села, как минимум, нет. Для сельской местности тоже в таком количестве я мер поддержки не видел, поэтому главное сохранить. Если ничего не изменится в мерах поддержки, то сельскохозяйство у вас будет расти год из года, как и оно делает последние пять лет. Если говорить про развитие села, невозможно не упомянуть программу комплексного развития сельской территории, как называем ее КРСТ. КРСТ, она работает с 2019 года. И было подсчитано, что необходимо на село выделить 5 триллионов рублей. Часть выделяет федерация, часть региона. И нам с Госдумой мы ожидали, что будем ежегодно выделять 180, 190, 200. Вот на этот год мы должны были выделить 210 миллиардов рублей на развитие села. Однако у нас идет постоянное секвестрирование бюджета. К сожалению, Единая Россия считает, что у нас денег не хватает, хотя у нас есть иной свой бюджет от Компартии, в котором денег хватает на все. И денег выделяется в этом году всего лишь 50 миллиардов. За предыдущие годы многие регионы России, в том числе Республика Мрел, от которой избран, мы не получили ни копейки, потому что условия нам кажутся невыполнимы. И тут с удивлением я узнаю, что у вас в Хакасии по этой программе уже получено 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Я просто в шоке, как это сумели, как сумел ваше правительство при таких жестких условиях, сложных требованиях по собиранию баллов, все-таки получить такие деньги. Теперь уже я буду поддерживать эту программу, потому что, кажется, она реализуется. Это просто местные власти не дорабатывают. Но если стараться, вникать и упорствовать, то деньги получить по этой программе можно. У вас строятся школы, строятся дома культуры, и поэтому село развивается благодаря федеральным средствам. И это меня очень порадовало. Но федеральный центр наверняка будет помогать, в том числе и Хакасии, расширять эти меры и сохранять то, что уже есть. Мы, я, правильно сказать, насытился тем, что вы сделали для села, и поэтому буду копировать хакасский опыт уже на всю страну. Вы пока впереди всех. Вы очень хорошо работаете. Редактор субтитров А.Семкин